Выпустив электрический кроссовер Eniac iV, Шкода сразу же задумалась над механизмом переработки отслуживших свой срок батарей. И в итоге чешская марка нашла достаточно элегантное решение этой проблемы. Так, в Младоболиславе была разработана система хранения электроэнергии, которая поможет быстро заряжать электромобили, а также использовать накопленное электричество для освещения и кондиционирования дилерских центров. При двухзонной тарификации дилер может накапливать энергию ночью, а при наличии солнечных батарей, наоборот, днем. К этой системе интерес уже проявили 160 партнеров бренда из Чехии, Германии, Нидерландов и Словакии. В ближайшие годы может быть построено более 4000 таких устойчивых энергоблоков, благодаря которым второй жизненный цикл продлевает срок службы батареи до 15 лет, значительно уменьшая их углеродный след. Отметим, что система может вместить до 20 аккумуляторов от подключаемых гибридов Superb и Octavia, каждая по 13 кВт-часов, или 5 82-киловаттных аккумуляторов от кроссовера Eniac. Общая мощность превышает 300 кВт-часов. Между тем, с января по март 2021 года Skoda Auto увеличила глобальные поставки на 7,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года, передав клиентам по всему миру 249 600 автомобилей. Выручка от продаж составила более 5 миллиардов евро, что сразу на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В свою очередь, операционная прибыль выросла на 46%, достигнув почти полумиллиарда евро. При этом рентабельность продаж составила 9%. Эти цифры означают, что компании удалось смягчить воздействие все еще продолжающейся пандемии COVID-19, а также дефицита полупроводниковых материалов, увеличив операционную прибыль и оборотные средства. Высокие результаты первого квартала стали продолжением позитивной динамики второй половины 2020 года. Притом руководство марки уверено, что уже скоро Skoda приобретет много новых покупателей, ведь модельная гамма серьезно обновилась и расширилась. Так, в начале мая состоялась премьера четвертого поколения Fabii, а также обновление популярного кроссовера Kodiak. В Индии был представлен первый компактный SUV под названием KUSHAK, а на рынок Китая вышла Octavia Pro.